Сегодня у нас 29 сентября 2015 года. Мы находимся возле храма, пруд, который восстанавливали дамбу. Вот, продолжаем тут прокапывать, промыв, потому что здесь, оказалось, мы выкопали, но слабовато, надо поглубже, иначе вода пройдет, начнет размывать новую дамбу, которую сверху сделали. О, железяка, внимание, на такой глубине, это только с Первой мировой войны может быть. Сережа, осторожно. Да ну, нет. Мало ли еще. Да, посмотри, куда-то надо саперов вызвать, может быть. Посмотри, какая штуковина, там вполне может мина замедленного действия. Да ну. Ну, надо осторожно как-то быть, рванет. Да ты что? Ты, Евгений, положи потихоньку ее. Убери отсюда, вон туда, отготаши. Ой, что ты делаешь? Ой, ой, ой. Сердце и так что-то не на месте, а тут совсем. Ну ладно тогда, обошлось на этот раз. Это могла быть и за Второй мировой войну. А тут гражданская война-то какая кипела. Вот что мы делаем? Это вот храмовый. Рядом храм, мы называем храмовный. Называется молоканешей. Ну и тут все продоставили, пилили, деревья, все. Бульдойзер отработал, ушел. Меня интересовало уровень какой. Вот туда маленько саде, я покажу. Вот это вот лежат бревна. Они уже лежат, некоторые, ну не почти все на одном уровне. Они лежат почти на уровне вот этого, вот на уровне старой насыпи. А это вот, это уже нынче добавил он. Ну вот мы сделали, уже снивелировали, все. Только осталось короб делать. Вчера пришел, душа не на месте. Я обращался к Алеше, есть такой световой какой-то нивелир. Ну снивелировать, с той над надо. Мы не знаем, поднимем, а может вода будет выше той над. Где делаем дорогу. Дорога-то вот так идет. Вот так там идет. Параллельно, параллельно нашей этой дамбе. Не знаем. Вот я подошел вчера, ну-ка, братья, идите сюда. Там мы закончили подготовку. Стали смотреть. Ведь у нас вполне размоет. Она, наши доски-то выше этого. Земля должна улежаться хотя бы лет пять. Она должна прорасти травою. Мы в это время посадим какие-то ветла, кого корни скрипят. Сейчас ничего нету, вода попадает. Вот она попадает где? Кисель. А как она? Глина, обыкновенная, это глина. Песняки на ней работают, с песком мешают. Подумали. Надо углублять. Насколько, не знаю. Ну, давайте на штык углубим, посмотрим. Вначале копать подошел мало. Берем еще один штык. Вот эта траншея у нас 10 метров. Ровно 10 метров. Ширина 3 метра. Ну, 10 на 3. 30 квадратных метров. Ну, давай лопату посмотрим, сколько она. Вот она. 20, 30 сантиметров почти. 30. Ну, 25 возьмем. Почистить там будет 30. 30. Трижды у нас 9 кубометров уже. Ну, это земля. Потом долбить приходится. И ломом, и всякое. Ночевали, пришел утром. Нет, ребята. Еще маловато. И они согласны со всем. Ребята, это золото. Кадры какие. Кадры решают все. Мы все равны. На равных работаем. Ну, и вот работают. Я подошел утром пораньше сюда. Пока они там другие задания выполняют. Слово сказать, вот сегодня закончили мы. И вот пришли. Обещали погоду солнечную. А на воде-то видать? Нет, посмотри. Вначале раздевать. Я говорю, если на воде вот эти удары капелек есть. 8,56. Ну, 9. 9. Так мы сколько уже работаем здесь? 9 утра. Наденьте шинели и все. Иначе промокнете. Никак нельзя. Ну, это дело сначала работать. Я подошел проверять. Дай еще, думаю, на штык. Еще на штык глубже. Это второй штык в начале-то. Сначала дело, смотри, ба-а-а. Да тут что есть-то? Под этим-то пень оказался. Пень. Прям на уровне почти одного штыка. Это пень. Вот его метр. 96 сантиметров. Ширина. От какой пень-то? Это вообще ужас какой. Дальше попробовал. Ба-а-а. Да тут же бревна у нас. Да бревна, видать, не сегодняшние. Они проросли. Это... А ты что же делать-то? Теперь мы опускаем ниже. Ниже на штык-то. А пень-то выше, его не взять. Решили, ладно, ниже. Вода будет прибывать, но воздействие ничего не нащупали. Вот сейчас я посмотрю еще для проверки. Вот так. Вот здесь вот. Еще какие-то я тебе не помешаю. Ну, как будто ничего нет. Ну, вот эти вот мы отпилим. Жесть, которая раньше была, загнем. И вода первый, поток ее хлынет вот сюда вот. Там нет, она перекрыта. Ну, сколько? Ну, 15-20 сантиметров. Она поднимается. Тут мы, конечно, доски запустим подальше. Здесь еще заградим чем-то. Забутим. Ну, утолщим глину с чем-то. Я не знаю даже с чем. А если она поднимается выше, тут теперь уже наш трехметровый короб. Не знаем, какой поводок будет. Не знаем, какой уровень. Но мы знаем, что мы молимся. И Бог слышит живую молитву. Отмечают. Мне хотелось вот сегодня рассказать о нападках, которые творят на нас. И не кто-то, а священники. Что их большинство трогает? А то, что вы о себе рассказываете. Да вы перед народом-то красуетесь, вам руки зацеловали. Архиереи-то пока подадут, кадилы берут, целуют и целуют. Ну, сколько можно-то? Это все пришло-то с веками. Каждый монах добавлял и добавлял поцелуи-то. А между собой мира-то нет у вас. Так можно было о себе не рассказывать? Нельзя. Нельзя, дорогие мои. Потому что, говорят, слова действуют хуже, чем дело. На деле надо показывать. Правильно говорите? Но дела-то нет. И вы к этому привыкли. Но когда мы говорим, дело можно сделать, а ты попробуй. Я уже заранее знаю ваши слова, выходы. Я говорю, вот конкретно, 21 тысяча сел полностью исчезли с лица земли российской. Это потеря территории и государства. Мы взяли, получили статус с нуля лопаты и стали корчевать крапиву. У нас ничего не было. Вскопали первый огород. Первую корову купили. Первый столб поставили. Из Грузии брат привез трансформатор. Это надо было добиваться. Целый год били. Больше 30 комиссий краевых было. Помогали, а другие препятствовали. И мы показали, можно. Можно держать скотину, почти не имея пастбища. Нам не давали. По хвостам, покупай где угодно. Жизнь началась. Сыгралась первая свадьба. Первые похороны. Первые жители. А у вас сколько приходит, столько уходит. Уходят уже не те, которые пришли. Они многое слышали. В судный день или в смертный час они это услышат. А что вы, спрашиваю, боитесь, когда говоришь о себе? Вы имеете евангельскую веру. У вас нет ее евангельской веры. Это вы не призванные. Вы чужие. Сегодня подсоединился. Какой-то Бирюков еще бурчит. Фамилия-то дается нашим предкам за что-то. Значит, жил Бирюком. Дед, прадед. А теперь фамилия-то ваша. Клеймит вас все время. Здесь был князь Блудов. Блудов? Даже не придумаешь. Собакин есть. А чего они фамилии? Фамилии-то давали. Вдова одна, Вдовин. Фамилии-то давали люди. Наверное, сказали такие, чтобы были маленько с приглядом. Огурцов. А у этой много огурцов. А это что? Попов. А это Кузнецов. Самое распространенное во всем мире Кузнецов. Почему? А везде ковали и ковали. Ковали. Другой специальности, если не было, но Кузнец всегда был. Шмидт, Смидт. Вот они идут. Я начал к тому, что боятся, что говоришь о себе. А что я о себе говорю? Хвалюсь Господом моим, что Он благословляющий. Вы Бога не знаете, вы бы ко мне не придирались. А вот я посчитал там в одном где-то выступлении, вы 118 раз сказали себе, это, во-первых, нету, обман. Обман. Как я о себе сказал? Я сказал, что мы поселились в Потеряевке. Еще из этого. Здесь работало братья, и я с ними был. Как я могу исключить себя из этого процесса, если я в нем участвую? Ну, прямо умираю-то. Вы сказали себе, Павел говорит, более всех вас потрудился. Более был в темницах, более в гонениях, более от лжебратьев претерпел, более перед кем отхвалиться. Вам надлежало хвалить меня, Павел говорит. Вот он рвался он. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. Я ему подражаю. А вам нельзя подражать. Вы обманщики. Вы даже десятину не можете вести. Вы народ перепортили. До 30 лет в священники залезли. Все, крохоборствуйте. Деньги, 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 деньги. Умрете с мамоной. Не можете служить Богу и мамону. И что я говорю, в вас не вмещается. Почему? Ветхие мехи не вливают. Вы на благовестие не идете, людям запрещаете. Господь не просит. Он повелевает. Идите по всему миру, и воскресательный большой знак в виде этого столба дерева стоит. Вы не двинулись. Вы от народа спрятали Святую Библию. В 989-м крещение Руси и в 1876-м только перевели ее. И то для домашнего чтения. Ее тут же сектанты перекупили. Уже баптисты, штундисты были. Пашковцы, родстоковцы. Вам рта открывать нельзя. Вот почему вас это трогает. Мы молимся вот здесь. А что вы на показ молитесь? Вот, братья, три поклона. Идет дождь. Благословен Господь. Господи, слава Тебе. Усмири буйствующих. Пролей милость на врагов. Дай им страх Твой, Святой. Подсети их милостью. Дай им труд настоящий, чтобы в поте лица ели хлеб свой. Благодарю Тебя за нападки. Ибо благодать в устах врагов. Ибо Ты сказал, радуйтесь и веселитесь, когда имя Ваше понесут, как неугодное Сыну Человеческому. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Православие потерпело две катастрофы, хуже Хиросимы. Падение Византии и потери Российского Царства. И ничему не научились. Все бутово забутили. Речь идет о сотнях тысяч монахов-священниках. И ничего не поняли. Опять новая власть дала... И опять с властью все они икшаются, икшаются от первого до последнего. От низшего до высшего. Вы не христиане даже нападаете-то. Спроси, когда родился свыше, ты понятия не имеешь. Как вы крестите? Обливания-то нигде нет. А мы мокрой ладошкой, поповской, пухленькой ладошечкой, по затылку стукнул, плати деньги. Да нигде этого нет. Надо грабли иметь. Вот кулак. Работать и работать. Все, как Твардовский писал, вся ладонь сплошной кулак. Когда сослали их в ссылку. Ну нет у вас ничего этого. Нету. Вы не примером служите, а позором. Позором для церкви. Все пророки говорят. И вы гоните, и гоните. Почему? Потому что вы их сыны. Вы памятники только мертвым строите. Мертвым. Как Иоанна Кронштадтского гнали. Что с ним было? А теперь святой и праведный. Масло масляное. Святой, так это и праведный. Если праведный, то и святой. Нет, святой и праведный. Кто-то брякнул, и все повторяют. Развитой социализм. Брежнев не мог выговорить, и все. Развитой, развитой. Развитой социализм. Ну куда ни глянь, везде вы требуете научения. Меня Бог избрал на это. Вам не повторить мою жизнь? Не повторить. Почему? Потому что у меня ничего нет. Вы не можете так жить. У меня вообще ничего нету. Ни рубля. А Господь позволяет мне платить сотни тысяч рублей. А вы ходите с тарелкой по храму. Позорище. Торговля в храме. Позорище. Если бы Христос пришел к вам, он бы порол вас. Он не был там. Там Мамона, там Меркурий. Бог торговлей царствует. Что я могу сказать? Залезь вот сюда, покопай. У меня три грыжи. Я всю жизнь на стройке проработал. Вот это твоя биография, поп. Ну, понятно, что нет. После одной операции полная парализация. А я хожу. Кручусь, утром встать не могу. Каждый день работаю. А какой же я военачальник, если воинство пойдет без меня на фронт? Вас нигде нету. Десятину даже и то не берут. Почему? Потому что брать десятину прекратилась торговля. А десятины ты будешь иметь всего пять тысяч рублей. А тут ты, может быть, больше имеешь. Да и говорить не надо больше. Павел не стыдился хвалиться. Хвалящийся, хвались Господом. Я везде добавляю. Не я, не я, не мне, не мне. Но слава Иисусу Христу. Слава Ему вовеки. Я для Него прожил жизнь. Для Него. Приехал за рубеж я. И пишут, говорит, встретили человека. Уже при жизни, житийное его житие мое. Оно подражает святым. В немощи, в оскорблениях, в обидах, в гонениях, в поношениях от всех. От православных, от сектантов. Нет людей, которые не поносили бы меня. Но у меня везде и друзья есть. А вот вы на патриарха сказали. Я, во-первых, не на патриарха сказал, а на митрополита, когда он был смоленским. И сказал, по делам. По делам. Кого не гнали пророк, кого из пророков не гнали, отцы ваши? Что я сказал не так? Вы скажите, за патриархом этого не было. Не было торговли табаком. Не было этих сотен миллиардов долларов. Торговли водкой, алмазами, нефтью. Не было. Но ведь Андрей Кураев показывает. Да, было. Говорил, когда еще его не гнали. Да, было. Ну, был момент такой, надо было храмы строить. Не нужны храмы. Не нужны они эти храмы. Они будут все разрушены. Почему? Потому что там засели волки хищные. Лютые волки, не щадящие стадо. Говорящие превратно. Павел сказал это о тех, которых призвал. Позвав из Мелиты в Ефес, призвал. И там, на этом острове, он им дал будущую программу. Дух Святой свидетельствует. Дальше говорит. Вы понятия не имеете о Духе Святом. Дух Святой для вас это птичка, нарисованная там, крылышками машет. Дух Святой это день Святой 50, если травой и ветками храм украсить. А вы выпросите духовное рождение. И скажи, вот день был переломный. Я был вот такой, сейчас такой. Не получится. Я знаю мало священников, которые на конце жизни сказали, зачем я стал священником. Ничего, кроме позора, я не принес. Я неугодный Богу был. Я портил людей. Обливание ни одного не сделал. Даже обливание раздеть, три раза возлить. Это где воды нету, погрузить нельзя. Но ведь у нас-то крещение. Алфея Паларион, митрополит, говорит, говорит правильно. Во всех наших требниках, везде записано полное погружение. Ну, бывает еще иногда и нарушают. Вот лицемерие, ложь. Не бывает, а бывает, может, на тысячу этих мочений, затылка или головы. Одно крещение правильное. Да и то неправильно, ни на ущение, ничего нет. Сначала идите, научите. 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 Как можно. Кто будет веровать и креститься, веровать и креститься. А не просто деньги заплатил и креститься. Вот сюда-то вас заведи. Еще 21 тысяча сел. Вот наш батюшка приехал сюда, у него только курочки маленькие, бентанский петушок, бентанский, маленький совсем-то. И все, котомка. Пришел, помолился и начал с нуля. Встрой храм, встрой школу. Найди людей, которые бы пятикачествам соответствовали. Не лгать, не пить, не курить, не материться, не воровать. Да не получится. А вы себе говорите. О ком говорите? А вас говорить, это позором быть покрытым. Мы когда идем по домам, раздаем Евангелие, на стадионах, в кинотеатрах собираем людей, нам стыдно говорить, что мы православные. А у нас тут батюшка был, запился. А вот батюшка был, матушку с тремя ребятишками оставил, убежал. Это мне говорят. Приходится опустить голову только. Опять Андрей Кураев опубликовывает, как спят с семинаристами. Вы что про это-то молчите? Вам до меня дела никакого нет. Вот дудины разные дуют свою, говорится, в храмную дудку. Что дуть-то на меня? Это на меня не влияет никак. А вы себя виновным не признаете. Я на ИСПО и хожу, признаю. Ну о чем я буду признавать? Неправильно лопату держу. Вы меня видите в роликах, сотни роликов, где я работаю. У вас ни одного такого ролика нету, под часами. Даже Дмитрий Смирнов сидит, разлепешится на два кресла. Да перед народом постыдились бы появляться-то. Сначала тело, храм свой приведите. Тот храм строите, а это превратили в доминую печь. С рамотами дымится. Череповецкий комбинат. Это храм. Я вам показывал, какое у меня тело. Да, ребра видно. Но в этих ребрах сердце бьется любящая Христа. Как у Евы. Оно ослепит сатану. Меня допрашивали в разных органах. И нигде ни одного обвинения не было подтверждено. Нигде никакого. Особенно за деньги. Когда я пленками наполнил страну. Ничего они нашли нигде. Впервые, говорит, встретили такое. А когда судят кого, обязательно найдут какую-то прибыль, обман. У меня ничего за мной не числится. Нету. Сатана пришел и ничего во мне не нашел. Нету. А вы находите... А что вы находите? Ложь. Служитель сатаны. Под любой рясткой сатана. Там копыты и рога и хвост. А как это так? Ваш отец говорит дьявол. А кому сказал? Ибо вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он лжец. Вы лжете. Лжицы это дети дьявола. Вы лжете на меня. А что я сказал? Я сказал работать надо. Меня Бог призвал 23 года. Меня Бог спас от разврата. От наркотиков. Тогда их еще и не было. От воровства. Ни одного матерного слова не сказал. А как? Это разве можно жить? Можно. Ни в комсомоле, ни в пионерах, ни в октябрятах не были. Мама дала страх Божий. Мне есть чем хвалиться, что меня Бог избрал. Богом хвалюсь, Христом, умершим за меня. Пролившим свою причистую кровь на Голгофском кресте. Аллилуйя ему. Вначале ты с чего? Копать. Покажите хоть один ролик. Вы меня видите, осломиком стою, с топором. На дереве ветки срезаю. На телеграфном столбе провода провожу. С ребятишками играю, бегаю. У вас нет ни одного ролика. У вас у всех клички есть. У Редигера знаете, какая кличка? Дроздов. У патриарха сегодня Шамихайлов. Я спросил в КГБ, запрос сделал. Какая у меня кличка? А никакой нету под своей фамилией. У всех клички были. Мне они не могли дать. Ничего нету. Нету. Они умные люди. Компетентные органы. Они клички не могли дать. Так мало того реабилитировали. Да мы еще друг другу перезваниваемся. Так они еще какую обо мне молву пустили. Впервые увидели за человеком ни одного лживого слова. 32 человека допрашивали по стране. И ни одного чтения нету. Как вы могли так научить? Я их учил говорить правду. И поэтому все сошлось. Все. Если где-то не сошлось, следователь говорит, кому верить? Я говорю, им верить. А как так? Да так. Я пленки насчитал. Архипелаг ГУЛАГ. И интервью репрессированных. О патриархе Тихоне. О смерти царского семейства. Иоанна Златоуста. Добротолюбия. Библию. Жития святых. Пленки у меня брали тысячи людей. Я их не помню. Людей из разных республик. А те еще размножали. И когда они говорят, что они сами сделали. А другой может сказать, от меня я не знаю. Поэтому им легче знать. Вот в чем я разочтение мог найти. В одном. Я не знаю. Потому что речь шла, может быть, о сотнях тысячах уже. Мне нельзя было этого знать. В моем доме пришли не какие-то люди. А племянник двоюродный Суслова, главного идеолога страны, Михаила Андреевича. Яковлев Геннадий Михайлович. Убитый в туре священник и романах. Комсомольский работник республиканского масштаба на Украине. В моем доме он покаялся. В моем доме комсомольский там сжег и прочее. Другой священник. В моем доме. А я не священник, с меня спроса нет. Вам горе, если вы не проповедуете. Вам, а не мне. Вам горе, что вы обмануете. Я не крестил, никого не причащал. Вы неприготовленных причащаете. Вся страна болеет от вашего причастия. Нет причастия, от недостойного причастия добавлю. И многие умирают. Вы морги наполнили. Морги. Это вы виновники, убийцы. Не исповедуйте, не знаете. Златоуст говорит, кто недостойно допускает, тот гибнет сам и губит того, кого причащает. Большая часть священников погибает. Вам рта раскрыть нельзя. Если у вас в стране 10 тысяч, минимум 5 тысяч один будет в аду. Минимум. А Серафим Саровский вообще ни одного не нашел спасенного. Вообще, на мне вас сатана крутит-то. То Дудин, то еще другой, то из-за границы какой-то выгнятый внук. Душители митрополита Филиппа Скуратова. Я уж не называю его фамилию. Ни откуда совершенно тянут все. Вызовите на суд. Вы побежите с этого суда. Спотыкаться будете. Растрясетесь. Потому что ничего вы не найдете за мной. Ничего не было и нет. Нет. Мне не покажут ни обманутых девиц, ни покинутых жен, ни детей, которым элементы плачут. Ничего этого нет. Меня Бог спас этого. Есть же скопцы, которые родились так. А я скопил сам себя. И все прошло мимо. Я радуюсь, что душа моя вошла в слова Иисуса Христа. А вы этого не знаете. Подберитесь. Сначала, говорится, то, что, говорится, низко болтается. Чтобы не было нареканий на Церковь Христову. Здесь никого нет. Вот мы узуем с землей. А дальше, а дальше идет и работа, и работа. Вот, что я сегодня им сказал на вторник. Я не знаю, сегодня, наверное, 29 число. 29 сентября. Холодно. Так, ребята. На воде не это. Вы хотите раздеваться, можете раздеваться. Дело ваше. Отошел.